Приятно, что даже в такую дождливую погоду мы все-таки собрались, несмотря на то, что наш, так сказать, небесный трон маленько подкачал, но тем не менее. Действительно, сегодня перед нами всеми, гражданами России, стоит сложная задача. Те права, которые были завоеваны еще в Октябрьскую революцию, которые завоевались за годы советской власти, будь то право на пенсионное обеспечение, право на медицинское обслуживание, на бесплатное образование, на труд, на отдых, сегодня эти права у нас отбирают. Мы видим, что это государство, оно по сути своей олигархическое. И мне вот очень странно, почему они такие все-таки у нас, у власти, бесчестные люди находятся. Но если господин Путин шел на выбор, ну надо было ему возум так сказать, вы меня изберите, я медведево назначу премьер-министром, я подниму пенсионный возраст, чтобы вы действительно, не доходя на пенсию, умирали. Я повышу НДС, чтобы угробить собственное производство. Но надо быть честным. Господа единороссы, сегодня у нас на Верховный Совет пойдут, на губернатора. Ну так делайте листовки, баннеры, у нас, когда наши депутаты, наши фракции через советы Абаканские, Черногорские, Саиногорские продавили принятие обращения на Верховный Совет, чтобы Верховный Совет дал отрицательный отзыв на этот поганый законопроект о повышении пенсионного возраста. Господин Штыгашев сказал, нет, мы не будем это рассматривать. Дорогой Владимир Николаевич, обращаюсь к вам. Ну давайте тогда свою избирательную кампанию на этом и строите. Единая Россия за повышение пенсионного возраста. Говорите об этом везде. Почему вы молчите, почему вы обманываете? И ведь сегодня, вы посмотрите, нас сравнивают с Европой, кивают. Вот, в Европе люди работают намного больше, чем у нас, на пенсию выходят больше. Но это же откровенная ложь. Например, в той же Франции рабочая неделя 32 часа. У нас 40 часов по законодательству, фактически мы все знаем, что у нас люди работают намного больше. И у нас получается, что даже вот тот возраст, который сегодня установлен, выхода на пенсию, у нас работник отрабатывает больше, чем немец, чем француз, чем испанец. Это же недопустимо. Более того, у нас пенсия в сравнении с европейской, да и с многими другими странами мира, она реально нищенская. Мало того, что у нас нищенская пенсия, на нее жить практически невозможно. Люди выживают от пенсии до пенсии, копят на ЖКХ, на еду. У нас зарплаты, то есть у нас самый огромный процент людей работающих, которые по сути являются нищими. Там рота на уровне муниципальных, да, даже и различных гос, муниципальных учреждений не могут там рота довести. Люди через суд это добиваются. К нам в компартию приходят, мы им помогаем это сделать. И системно государство даже это не способно сделать. При этом они говорят, давайте мы еще женщинам на 8 лет повысям, а мужчинам на 5. Да на черта нам такая власть, извините меня. Если она не способна, даже элементарный уровень выживания населению обеспечивать. То есть население, которое, простите меня, сегодня вымирает. И это было бы особенно отчетно видно, если бы не миграционный поток, если бы там не присоединение Крыма и так далее. Но фактически-то мы видим, деревня вымирает, как выйдешь. Куда-нибудь в Орджоникидзовский район, в Густя-Ваканский, там же скелеты зданий. После войны такого не было, что сегодня происходит. Поэтому, товарищи, действительно, правильно говорил Валерий Петрович, сегодня, если мы не сплотимся, все партии, вне зависимости от направлений, все люди, вне зависимости от взглядов, и не скажем этой власти, хватит врать, хватит воровать, защищаете интеллигации олигархов, не хотите вводить прогрессивный налог, не хотите национализировать сырьевую сферу, сферу добычи. Ну так об этом нам и скажите, чтобы люди, там, 77% не обманывались. Что Путин, извините меня, вон там и на роде думают, фактически-то получается совершенно не так, что единая Россия заботится о людях. К сожалению, это не так. Поэтому, товарищи, давайте сплотимся этой драконовской антинародной мере, дадим полный отпор. У нас сегодня проходит инициатива по проведению референдума. В Москве отделение Компартии будет инициировать. Я надеюсь, что этот первый этап мы пройдем и вынесем это на общероссийский референдум. Но параллельно и мы, и другие партии, другие политические силы сегодня собирают подписи. Вот чтобы нам эту меру не зарыли, как это было с референдумом по отставке земена, надо сегодня к подписной кампании активно подключиться. Пусть власть увидит, что действительно миллионы наших граждан выступают против этой реформы. Спасибо, товарищи!